Добрый день! Добрый день! Программа «Сделано в Вятке». Сегодня, правда, ведет и не Владимир Сметанин, как обычно. Мы уже говорили, сообщали нас, что у Владимира в семье произошло знаменательное событие, у него родился сын. Еще раз хочу пожелать новому Владимировичу прекрасной, счастливой и долгой жизни в отличной стране. Поэтому сегодня у микрофона буду я, Николай Голиков. А в гостях у нас уже по традиции в этой программе Евгений Альбертович Петунин, историк-краевед, руководитель Музея инженерных наук Вятского госуниверситета, президент Вятского ретро-клуба. Жень, добрый день! Добрый день! Последний раз мы тут сидели втроем в студию и говорили как раз про такую часть нашей истории, нашей жизни, такую уже забытую, как катушечные магдафоны. И пообещали, что сегодня мы перейдем к следующему этапу развития этой техники, к кассеточкам. И у нас в студии, помимо Евгения, еще прекрасный кассетный магдафон «Весна». Слушай, прямо такие чувства нахлынули, когда увидел, бывало ходил с таким, да. И набор, так сказать, кассет, которые были, но уже кассеты такие более современные, конечно, не те, которые были в самые такие советские времена, потому что когда появились, я помню, первые вот эти наши отечественные кассеты, конечно, было ощущение такое, что это тупиковый путь развития магдафонной техники, потому что звук был очень такой узенький, ни низов, ни верхов, ничего. Но зато это была транспортабельная штука, с ней можно было выйти за город, и можно было устроить пикничок, и музыка была с тобой. За это мы многое прощали. Ну что, Жень, когда в Киров пришли? Да, это уже была другая эпоха. Это была эпоха уже музыки, ну, скажем так, Чингисхан, Цой, первые советские. И начало 80-х получается? Ну, первые пришли. Ну, я еще в момент, секунду хочу все-таки поздравить Владимира Сметанина, но вот так про себя подумал, ну, рождение сына это хорошо, но вот я тут думаю, мне бы тут прадедом бы не стать бы. У каждого свои. Как говорится в фильме, у каждого свои. Время летит не умолит. Время летит, что делать. Хорошо, первые, осетний фильм. Слушай, опять же говоря вот о том мальчишке, который у Вовки родился, да? Вот если ему, когда он вырастет, будут рассказывать, показывать те вещи для него, это, наверное, вообще будет какая-то страшная история. Да, даже пусть в музей приходит, я ему все покажу и расскажу. Да, он в записи даже посмотрит эту передачу. Мы говорили о тушечниках, это был целый пласт эпохи, но это в основном 60-е годы и первая половина 70-х. Вот где-то года 72-го после изобретения компактной кассеты фирмы Philips стали появляться первые магнитофоны кассетные. Ну, слушай, вот я просто заглянул, что-таки радио, в Википедию, написано, что Philips первые компактные кассеты выпустил вообще в 63-м году. Да, но пока... Пока до нас дошло, да? Магнитофоны стали доступные по цене, и у нас, конечно, не мудрство, а лукаво. У нас копировали с Philips первый магнитофон, назывался он Десна. Это был аппарат Десна. Десна, да, да. Десна, потом клон был его спутник, и клон его был первая легенда. Вот это был аппарат размером с ирпич, такой большой и весистый ирпич, продолговатый аппарат. Открывалась непрозрачная крышка кассета-приемника. Ну, что про него можно сказать? Звуки он издавал. Ну, да, вот я же почему и говорю, что когда увидел первый кассетник, то было ощущение, что он что-то там звучит. Не всегда было даже понятно. Что-то там шеборчало, можно было даже различить, что поет кто там. Очень приятно. Таяная группа, но вот поэтому на фоне, конечно, уже совершенных и относительно хорошо звучащих отушечников это считалось игрушкой. Но, тем не менее, шло время, и стали появляться уже довольно неплохие аппараты. Первый, широко растиражированный, любимый многими поколениями. Это был аппарат электроник А322. Многие его помнят. Вот аппарат сразу наводнил такие сферы студенческие общежития. Попал он куда-то на струиотрядов и отусовки на мероприятия. В турпоходы вместо приемников стали брать магнитофоны. И вот недавно попалась интересная статья, где-то в соцсетях курсанты какого-то военного училища вспоминали, что вот они в складчину купили эту электронику. Почему-то в армии нельзя было. Я до сих пор не понимаю. Видимо, пропаганда, идеология. Нельзя было иметь такой аппарат. Они в стене ирпичной выдолбили специальную нишу, где хранили много лет тайно этот кассетный аппарат. Там, насколько я помню, я в конце 70-х служил в армии. У нас тоже был магнитофон, но, правда, был катушечный. И там не то, что было его нельзя. То есть его было можно, но в определенное время. А сам понимаешь, что раз он есть, то хочется как можно чаще. Поэтому его хранили. Считалось, что официально он хранится под запором в каптерочке в течение дня. А вечером его можно было взять и потом положить на место. Естественно, что мы делали так, что он все время находился где-то там, немножко тоже в спрятанном виде. Не потому, что нельзя, а потому, что в это время было не положено. Вот так вот скажем. Ну, правильно. Товарищ прапорщик, можно телевизор посмотреть. Смотри, смотри, только не включай. Ну да, примерно так же. Мы тоже говорим, да мы же его не включаем. Он так просто стоит, зачем его прятать в каптерку. Ну вот эти кассетные аппараты где-то уже ближе к концу 70-х начали уверенно появляться в быту. Стали они практически звучать из каждого. На студенческих общагах там где-то вот практически в семьях появились в качестве второго аппарата. Уже на даче можно было носить и все. И к тому же сразу облегчилась участь перезаписи. То есть не надо было тащить 25-ти килограммовый чемодан. Это маленький такой ирпичик. Ну, ирпичик это были первые. Потом были с небольшой портфельчик такие аппараты. Единственное, что тормозило, магнитофоны стали появляться. Но, кстати, их не носили на плече. Это уже поздний вариант был. Хотя во многих передачах ошибочно показывают электронику на плече. Носили в руке, обычно размахивая этим аппаратом. Единственное, что тормозило, это отсутствие эссет. У нас, конечно, две фирмы производили. Это Славич и Свема. Вот не помню, Тасма были ли эссеты. Но они были на 60 минут. На 60 минут, на короткие аппараты были. Я вот поискал у себя в запасе, не нашел А60. Нашел нашу отечественную эссету из поздних на 90 минут. Но почему они были плохие? Потому что обычно писали пластинку. Пластинка звучала 40-45 минут, вылезала на одну сторону. А тут получалось не то, не сё. Поэтому я их не любил, что диск не входил. А если записываешь там диск... С обороткой, потом следующий уже не входит. Там обычно какая-то дописка ерундовая. И получалось это отойдение. Поэтому, к тому же, они были, скрипели, они рвались. И сейчас везде выкладывают фотографии. Школота не поймет, но это я там цитирую, что... Кассета и рандаш. Что это такое? А это, оказывается, когда магнитофон разматывал кассету, то надо было, если удалось ее достать, надо было воткнуть рандаш. И скручивать вот такую... Карандашом крутишь, чтобы не перекрутило ее в узелок. И вот ночами, в 60-е годы, зная два аккорда, люди ходили с гитарами по Актерскому проспекту, да и везде по нашему городу. И на смену этим гитарам, на которых все равно большинство не умело, в принципе играть, появились осетные магнитофоны, которые уже стали и по цене доступны, но тем не менее... И подольше работать стали, самое интересное, что батарея надольше стала хватать. Батарея хватала бы подольше, чем у переносных катушечников, но... Единственное, что вот сейчас смотришь, ну, примитивные аппараты, там, десяток транзисторов, какой-нибудь простенький моторчик, там, лента протяга, там, из пластика и стоила, ну, полторы-две зарплаты средних, вот по тем временам, 220 рублей, это 200, вот сколько, знаете, 130, то есть на моей вот этой весне, 190 рублей, представляете, это 76-й год, 190 рублей, это очень нехилая была зарплата. Зарплата средняя была в то время 120 рублей. Вот я принес мой любимый аппарат, он один из самых лучших, вот даже по всем параметрам, это весна 305, кто в теме, тот представляет сейчас. Ну, опять же, Жень, я и в тот раз говорил, что в то время система кредитная была очень простая, то есть послушал бухгалтерию, брал справку, приходил в магазин, платил первый взнос, там, первый взнос был меньше, конечно, гораздо. И потом у тебя и зарплаты тихонько вычитали, банк же был и один и государственный. На эту ситуацию всегда была контрситуация, которая заключалась в том, что хороших осетников в продаже не было. Вот я помню, в Ирове на всех прилавках лежали малопригодные эксплуатации легенды, 404, это такой ирпич здоровый, продолговатый аппарат, который никто не брал, их потом уценяли, они все равно лежали. Вот мне напоминает, что, в принципе, первые сотовые телефоны, они размером были не намного меньше и в таком же кожаном футляре, как эти осетники. И тут внезапно наступило нечто сказочное у нас в городе и в стране, наверное, но вот в Ирове. Мы уже преодолели Олимпиаду, уже из всех осетников звучал Чингисхан, самурай там и прочие известные хиты, уже стали писать... Москау, Москау. Москау, да, вот это эпоха осетников, уже стали писать первые, первые магниты альбома «Машины времени», это «У дверей заведения народоскопления» и т.д. от первого БГ, ранее, вот это уже была эпоха осет, но вот мучились, писали на наши, и тут в один прекрасный день, не знаю, кто первый, видимо, в анналах истории не осталось, но кто-то утром подошел к Иосу, тогда еще не Роспечати, а Союзпечати, и обомлял, и не поверил своим глазам, потому что он увидел, что во всех городах Союзпечати продаются импортные осеты, которые были... 90-минутные. 90-минутные, причем были хорошие бренды, «Масл», «ТДК», «Басф», позже появился «Сони», «Агафа», я принес, вот все они передо мной, вот примерно из той эпохи, которые... Вот у меня раз, два, три, четыре, пять видов осет, вот которые примерно лежали, и стоили они, это была фантастика, 9 рублей, но это не самая дешевая цена, ну, учитывая, что, например... Учитывая то качество, которое они давали... Равнозначная по объему атушка магнитофонная, вот круглая атушка по звучанию на 40 минут, сторона, она стоила 5 рублей 55. То есть это же, но фирменная, фирменная, она писала великолепно... Но великолепно писала качество. Стоила 9 рублей. Разница как будто совсем другая техника, да. И казалось, вот это после... Ну, перед Олимпиадой и Весплеск стали появляться товары, стало появляться много того, чего раньше не было. Но казалось, что это будет всегда и будет вечно. Люди бросились вначале запасаться. Проходит неделя, другая осеты не иссякают из продажи, они везде. Что оказалось? Казалось, причина проста, что в Польше жили хорошо в начале 80-х, а потом появился профсоюз «Солидарность», возникли забастовки, возникли там у них социальные напряжения, и стали они жить плохо. Но Польша заключила контрактов, множество контрактов с разными западными и восточными странами на товары, видимо, а платить не могла. И обратилась за помощью в СССР, что вот мы, в частности, купили осет, немеряное количество, но вот не до осет, сами понимаете, ситуация предреволюционная, поэтому не могли бы вы. Ну, у нас, видимо, быстро приняли решение спасти братскую Польшу, и поэтому осеты быстро купили, хотя, вроде, в итоге не спасли, правда, но... Да, ни одно министерство раньше не задумывалось. То есть, сеты появились? А до этого, вот не поверили, ну, наверное, вот, ты-то поверишь, каждый слушатель поверит, что осеты продавались у спекулянтов, у францовщиков, вот, примерно тех же брендов, та же фирма, 25 рублей. В среднем можно было купить, ну, дешевле можно было, ну, до 25 джинсов, 200 рублей, 10 осет, блок, такой небольшой блок осет, он стоил примерно, сколько фирменные джинсы, 80-е годы. А на него влезало это 45 минут, умножим на 20, сколько там будет всего-то. То есть, сейчас на один MP3 диск войдет гораздо, 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 даже на порядок и больше музыки, чем на тогда осеты. Они же были, они же были, вот, приятно брать, это вот обложка, это вот самооформление, они становились все лучше и лучше, и потом наступил какой-то момент, раз, и они исчезли, и люди, которые уже... Привыкли к хорошему. Которые отновят и раскатали губу, там вроде казалось, что это будет всегда, и потом ходили слухи, перезванивались, слушай, я этот, проезжал, тут где-то мне сказали, что в селе Красном есть какой-то ларек или магазинчик, и там осеты... Еще остались? Я бросаю все, у меня обед час, вот я прыгаю в автобус, и я учусь там куда-то, в это село Красное, чтобы там последнее, они есть еще, нет, вот последнее там... Ты в село Красное? Я в Мурыгина ездил. В Мурыгина ездил. Но меня не обманули, я купил там еще пять кассетов. Ну, я ездил куда-то, в Уни за этими колонками, С-90, еще не С-90, 35С. Вот, ну, тем не менее, вот таким образом доставали, они снова стали предметом спекуляции, но тем не менее, на полках уже у многих меломанов, конечно, уже стояли такие большие солидные колесы, подписанные мелким шрифтом, красивенько так. Ну, тогда же, видишь, магнитофонами стали завозить уже и просто... То есть, издавали, когда винился, да, издавали этот вариант на кассете, фирменной кассете, она стоила гораздо дешевле пластинки, то есть, условно говоря, новый диск там 8.0 стоил там, кассету можно было взять за три. Отличное качество, оформление, все полностью полиграфия прекрасная. Вот такие кассетки у меня долгое время хранились. Вот самое интересное, что и сейчас, оказывается, есть целые люди, есть целое сообщество коллекционеров кассет, которые переписываются, скупают, понимают толк в любых мельчайших там отличиях, различиях. И интересно было вчера пройтись таким специализированным сайтом, посмотреть на вот всю эту эпоху. Ну, конечно, было кощунственно крутить кассеты на советских переносных магнитофонах, которые жевали плен, вот, которые приходилось рандашом сматывать, хотя там, ну, как там, у ЦОИ было в нашем осетнике, кончилась пленка мота, я полагаю, что это клавиши и перемотка, а не карандашом. Ну, вот, наступило время, 82-й, благословенный год, такой раз, и появились первые стационарные кассетные магнитофоны. Они, конечно, бывали и раньше, настольные, типа, Томи, там, и это еще, которые можно было не носить. Ну, тогда же стали делать эти комбайны, помнишь, Вега, не помню, что какая, там, прямо, да, уже вместе с гордочком неплохим, очень низто, и кассетничество. Ну, это все были не те, а вот мы привыкли этот аппарат, который такой, стоит на пол, и спереди ставится кассета, а у нас были это вот, ну, в принципе, и ранее на Западе, где сверху вставлялась кассета, где в видеомогетакон М12, да, потом сверху поставить, потом закрыть обратно. И они, ну, в принципе, они тоже издавали звуки, но особым успехом не пользовалось. Фурор же произвел легендарный, легендарный МАЯ-233, когда он появился, то у всех, конечно, это первая советская модель, ну, завозили и фирменные аппараты в березках, там, можно было купить все, и не заходя даже в березку, там, Ну, рядом. За чей, рядом, возили фирменные аппараты, Шарапы, Маранс, Айвы, там, Аркаи, и прочее, а тут первый Маяр появился советский, мотор у него был один, но он был размером чуть поменьше мотора, который ставили в стиральную машину вятка, вот не автомат, а такой, это вот с такой хорошим кулак, такой был мотор, огромный, конечно, мотор он тоже издавал определенный звук при вращении, были два стрелочных индикатора, и вот такой огромный Маяк, вот цена его, ну, никак у Олимпа не 1675 рублей, но где-то он рублей 300 стоил, но, слава Богу, как всегда, в СССР сборка подводила, и поэтому очень скоро на улице Ленина в Юном Технике появились мои индиционные по 100 рублей, вот, их брали, быстро ремонтировали, они были примитивны, как табуретка, они тоже живо олюблен, вот у многих стоял там, даже у известных меломанов стоял виниловый проигрыватель электроник там, B1-0-1 магнитофон, электроник ETA-1 0-0-3 там, усилитель какой-нибудь амфетон или Бриг, это уже предел возможности колонн С-90, и стали появляться подобные, и вот. Но это было лучше тогда, что было в кассетной технике. А потом, 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 уже, но, случилось то, что должно было случиться во всем мире, стали появляться хорошие стационарные аппараты, ну, не Эпнешмаяк, а уже очень профессиональные, в том числе и двухкассетные, но производители переносных тоже поднатужились, к тому же сейчас наступила эпоха, не сейчас, конечно, тогда, когда в негритянских, как говорится, гетто, люди стали не только там бить мордой, друг к другу стрелять, друг к другу и резвые друг к другу, а стали выяснять отношения другим способом, а то лучше станцуют брей, а там станцуют хип-хоп, там и что-нибудь еще покажут, там на асфальте крутое. Ну, тогда это был брей. Поэтому возникла музыка негритянских кварталов и появились, появились в НС-70-х огромные аппараты, которые стали называться гетто-бластеры, то есть сносящие гетто. Первый аппарат просто, видимо, люди из подобного квартала сделали, взяли обычную автомобильную магнитолу, прикрутили скотчем пару колона, видимо, какой-то эмулятор, все это притащили, оказалось, ура-ура, мобильный, мы очень хорошими, поэтому вот после этого стали появляться вначале там, а потом и просачивались и сюда, тем более просачивались не только через березку, вот тогда стали, видимо, мы воевать в Афганистане, и оттуда военные, в том числе, особенно офицеры, они повезли хорошие шарпы, хорошие там, и это националь-панасони, и прочие бренды, вот эти вот огромные гетто-бластеры, вот у меня есть шарп 94-94, привезен из Афганистана, очень хороший друг мне подарил его, за что я ему весьма и весьма признателен, вот динамик 18 дюймов, конечно, я вот, ну, театральную, это площадь, если не всю, то по крайней мере прокачать можно, танцевать нельзя, но музыку услышать, если я в политехе не поставлю, это вот такой мощный степарат, ну, конечно, потом уже дошло до самых гигантских, это самые знаменитые, это шарп 3,7 и 7,7,7, это 4 динамика, было даже 5, вот он был длинной метр примерно, высотой полметра вот такой аппарат, ну, считался переносным, но переносить можно было только из кухни в комнату, наверное, но тем не менее, не грех писали. Условно говоря, с девчонкой с таким аппаратом в руке не погуляешь. это было, он стоил за предель, да и сейчас они стоят, такие аппараты, посмотришь на Авито, где-то вот в пределах тысяч тридцати, наверное, они пользуются спросом, это до сих пор культовые аппараты, есть города, где ежегодно проводят фестивали магнитол, например, в Минске проходит великолепный такой фестиваль, когда люди со всего города свозят свои аппараты, проходят конкурсы на лучшее звучание, лучший дизайн, на самую репость, на самый старый, вручаются призы, вот было бы здорово, конечно, попробовать и в Кирове, есть люди, которые понимают толк в этом деле, судя по, иногда даже отдельным продающимся аппаратам, которые расхватывают в лед, вот, и наступила вот такая эпоха, у нас тоже попытались, конечно, попытались что-то подобное сделать, но, ну, что у нас получилось, самый, конечно, продвинутый аппарат был, это Арго, 004, он же Бересте, это такой, чемодан такой здоровый, чуть-чуть поскромнее, это был отличный аппарат Азахстан 101, после него появилась Медео 102, вот, на мой взгляд, уступала в дизайне, может быть, не в звучании, но еще в Симферополе поднатужились, и вместо переносных отушечных магнитофонов в Дельфин произвели очень симпатичную такую магнитолу, как у нас называли, геттобласт, почти, такой, недогеттобластер под названием Орианда 203, вот, с большими динамиками, когда-то, я помню, еще в газете Вести ездили на корпоратив за город, вот, там не было музыки, у меня случайно рояль в кустах оказалась Орианда, через, запустил, озвучил целую вечеринку, но вот, шарпа тогда не было, вот, и аппараты стали не просто предметом, чтобы бросить у пастра, где-то под дождем забыть у палат, и по, по им-то там, этим туристическим, разухабистым делам, а они уже стали ценностью, они стали стоить денег, они стали предметом коллекционирования, и вот, на самом деле, они хорошие дошли до наших дней. Так что... Ну, а следующий этап уже, конечно, тут стали пытаться делать все, кому не лень, появились разные прочие и тайские аппараты, которые, вообще тут без слез нельзя смотреть. Если были там, если была Айва, то была это Айва, или по, не Панасони, а что-то там. Там меняли пару букв, да, обычно, я помню этот период, когда их было очень много. Был такой рынок, обычно продавали, где-то ведь в специализированных магазинах, вот, а тут везде вот рынок, такой открытый был у ЦУМа, и там, смотрю, это эти, ну, не Лосоник, даже не помню, какое-то, вот эти Айва, вот огромные, пустые внутри, но по виду, вот огромные где-то бластеры, которые, может, даже и звучали, продавали, там вообще, где-то... Они звучали, как-то и странно, просто они работали недолго. Еще с огоньками, попериметами. Все было очень красиво, так уж, конечно, китайцы постарались от души. Они, в принципе, имитировали нормально все, к сожалению, работали очень недолго, потому что, видимо, собирались из отходов терминого производства. Да, тем не менее, может, даже у кого-то и живы бывают, но это баловство, но, вот, наступали 90-е годы, и на смену серебристым, большим, плоским, таким, чемоданообразным гетто-бластерам пришли уже приземленные из черной пластмассы магнитофоны, сетные, которые стали называться бумбоксы. Бумбоксы. Это уже звучащая бухающая коробка, вот это, если бы вольный перевод такой. Но она реально была бухающая коробка, там, за счет того, что низких частот стало больше, добивались того, что бухало больше. Да, там, мегабасы разные, и прочее. Конечно, электроника стала более совершенной, уже стали появляться, и двух осетней, и вот первый был шарп, трепетер, знаменитый, легендарный пятак, но потом это распространилось, и открыли границы, и вот на смену нашим увесистым, живучим, неубиваемым советским осетным магнитофонам хлынул дешевый ширпотреб, который в народе стал называться балалайки. А у нас, кстати, отличная бренда «Весна». передо мной одна из первых. Это вот «Весна», которая лежит, она вообще живая? Да, живая. Живая, а там кассетка-то есть внутри? Батареек нету. Сейчас вот торопился, не нашел, но обязательно мы ее послушаем. А «Весна» они стали и двух осетней, и вот увесистые, уже две встроенные, клоны по бокам, они очень прилично звучали, были у нас и электроники, и хорошие, появлялись магнитолы, но все это убило появление огромного количества дешевых китайских балалай. Вначале еще были хорошие бренды, а потом там такое хлынуло, что... И они сейчас, наверное, у кого-то есть, может быть, в качестве приемника с отломанными антеннами, с воткнутым куском провода вместо антенны где-нибудь... на дачах с помятыми грилями, то есть решетки... Да, в принципе, у некоторых вполне неплохо в состоянии, даже с какими-то кассетками рядышком иногда люди... Я думаю, сейчас где-нибудь, кто-нибудь, вот на таком аппарате, на магнитол и слушает, может быть, и нас, хотя, «Эхо Москвы» можно слушать на импортном аппарате, на советском, уже не послушаешь, но живы-живы-живы. Ну, вот, что удивительно, вот эти будут бомбосы, они не получили такого трепетного отношения, и из них не стали делать такого культа, как из гетто-бластеров, они не стали объектами коллекционирования, ну, я думаю, небольшая пауза, да? Да, ты правильно думаешь, небольшая пауза, будем на рекламу. Что, мы возвращаемся в студию, программа «Сделанная вятки», у нас, как обычно, в гостях Евгений Бориспетунин историк, краевед, руководитель музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ретроклуба, и мы продолжаем разговор о магидафонной технике, сегодня мы говорим. Ну, вот сейчас... О кассетниках, да, вот как раз мы тут перерывчики повертили такую интересную штуку, которая, мне кажется, не такая, но какая-то похожая была в свое время у каждого вятского журналиста. Такой маленький плеер, он же диктофон, он же, не знаю что, он же магидафон с наушниками, все что угодно. Да, это еще одна грань, еще одна грань осетников, вот, которые стали входить не только... Уже карманного такого формата. ...предметы развлечения, но и профессиональные принадлежности. Вот, одновременно стали уменьшаться и бытовые аппараты, но когда люди стали смотреть какую-то западную хронику, то с удивлением стали замечать это еще в 80-е годы, что почему-то западные журналисты, они оказывается работают не с блокнотиком и карандашиком, как у нас в СССР, а подсовывают под нос, интервью... Какие-то такие небольшие коробочки непонятные, да, и с числением милициями все это... А потом это оказалось, что это оказывается такая вещь, которая называется диктофон. Это такой совсем маленький микро магнитофончик такой, но все больше знают, конечно, если отвлечься от плееры. Это был еще один шаг такой, когда всем хотелось слушать музыку, вот, а плееры, он совсем-совсем маленький, кассетный, ну, у многих, наверное, сохранились, многие пережили, совсем маленький кассетный... Они были не только на стандартных, они были на микрокассетах, вот на этих, на маленьких... Да, их меньше, но обычно на стандартных, и музыку можно было слушать наушниками, поэтому возникло очень хорошее времяпровождение, даже не было гаджетов, телефонов, там играть, и вот и в метро, и где-то в дороге, и чего-то, можно было заткнуть уши наушниками и слушать кассеты, конечно, кассеты иногда по объему стало появляться, стало, чтобы прослушать объем музыки, надо было иметь гораздо больше, чем этот аппарат, вот, и то же самое в машинах, где-то, с 80-х годов ручно вошли автомагнитолы, которые так же вначале страшно зажевывали, портили, но тем не менее, вот, и многие помнят еще эти прилавки в магазинах, когда заходишь куда-нибудь в эти товары молодежи или дом быта и смотришь там огромные такие витрины вертикальные справа, например, эти лежат CD-диски, а слева ассеты, там, штабелями их стали записывать уже профессионально на студии звукозаписи, наклеивали на ассету там, что-нибудь соответствующее, обычно соответствующее изображение диску, и можно было выбрать от шансона какой-нибудь да, довольно там, интересной музыки на кассету на любой вкус даже не заморачиваться выбор был огромен а потом это раз и в одночасье куда-то все исчезло ну вот вначале появились скажем так плееры которые стоили относительно дешево доступно и поэтому вот каждый себе уважающий тинейджер даже в школе он обладал таким плеером слушал потом уже на смену пришли плееры CD а потом mp3 и все такое но ассетные они звучали на мой взгляд намного лучше но тем не менее в нашей работе в журналисте стали появляться такие аппараты вот я помню был один вот на гтрк и в свое время даже тележурналисты они работали так что был такой огромный магнитофон отушечный или ассетный репортер который тоже был размером с хороший с хороший репич или даже там с 4 репича связанных вместе представьте и по весу чуть поменьше наверное был шнур и был в руке микрофон вот а если куда-то ездили на ферму то обычно вот я вот когда работал на телевидении редактор держал этот микрофон тут был осветитель а за мной стоял оператор с магнитофоном следил по индикаторам по стрелкам чтобы все там писалось правильно и где-нибудь на ферме в лужах навоза все эти провода все это конечно было там разбросано размотано и потом и осветители с мрачным видом все это сматывали вот и поэтому поначалу у кого-то на нашем еще не было никакого ГТРК на пировском телевидении появился первый японский диктофон это можно было не мотать провода потому что встроенный микрофон там внутри все отлично с небрежным видом подсунуть под нос вот это и по качеству причем качество было очень приличное а потом кто-то мне сказал что кто-то привез и кто-то где-то продает и очень срочно продает такой же диктофон националь панасоник он еще был побольше обычного плеера даже с индикатором встроенным в кожаном футлярчике стоил он да с месячную зарплату мне даже пришлось срочно поднапрячься занять денег я прибежал и купил этот диктофон который работал от 4 батареи оно на следующий день в газете комсомольское племя я был ролем потому что большинство писали блокнотики только был маленький такой переносной сетник у ответственности и тря он слушал музыку тайком из своего рабочего стола а я уже там прийти и любого уже продвинутый западный журналист проинтервьюировать потом это конечно очень обустрел вот а потом все стали где-то доставать в продаже их не было где-то брали с рук и вдруг наступило такое время когда у нас фирма электроник она поднатужилась и выпустила вот такой же наш отечественный диктофон он был побольше и вообще это миниатюрный магнитофон и вот они появились новый магазин тогда был такой модный и популярный это товары молодежи в конце улицы Московской вот я помню туда приехал купить маленьких осетничек и там стоял в очереди будущий журналист да еще просто поэт Михаил Коковихин который значит за 200 рублей покупал вот такой диктофон советский скорее всего он до сих пор пользуется кстати электроник серого цвета такой увесистый ну вот и конечно последний шаг который еще причастен осетам это появление музыкальных центров и это попытки были сделать и у нас но 80-е центр музыкальный это представляли это огромный стол такой плоский вот огромная крышка шириной полтора метра такая пластиковая открывалась там проигрыватель и какой-то магнидафон это вот типа вега-115 вега-117 там какая-то там романтика 115 или потушечная уже какая-то из этих век была одно время могу подарить еще у меня лишнее есть спасибо пока не надо только сам выноси мне ее тащить у меня просто не слышать здесь на эхе постараться надо эху подарить когда у вас у эхо будет какой-нибудь в декабре юбилей будет очередной поэтому подарки будут приниматься пусть слушайте даже с кассетами подарю вот и потом когда появились магазины первые магазины у нас импортные электроники появлялись магазины и это подвалы в каком-то этом подвале общага сельхозакадемии на Октябрьском там эти трубы которые парили капало с них и там телевизоры и вот эти мус-центры продавали потом где-то на знаменитый был магазин там по-моему только Sony продавали Sony и Samsung были магазин у Морга там вот открыт на Менделеево мы там участвовали там были телевизоры в основном но были музыкальные центры Утюза Утюза а потом уже стали в доме вот эти мус-центры поначалу ходили а деньги разобрушились это был 91-92 год и когда заходишь там смотришь там мус-центр 2 миллиона 500 тысяч стоит слинки текли я помню центры тогда уже прочно вошли в быт компакт-кассеты но они примерно вот нос к носу шли диски с компакт-кассетами уже шли нос к носу поэтому большинство мус-центров они состояли в цвях 4 коробки там тюнер одна двухсетничек одна для CD для ну потом уже до DVD еще стали делать это все было очень грамотно звучали они хорошо очень хорошо звучали но не на столь но все таки вот даже хорошие у меня сейчас в музее два таких мус-центра и все я бы предпочел бы хотя бы вот отличный настроенный советский усилитель брик или рвет вот или какое-то подобное хорошую ось не с 90 но хотя бы там амфетоны 22 или там от симфонии и звук с нашего отечественного осетника у нас были хорошие даже дошли до первого класса Вильма 104 был великолепный наш аппарат но их никто не покупал потому что они стоили запредельно это все-таки забьет любой любой такой доступный японский даже мус-центр хотя звучали очень хорошо на фоне вот конечно нашей балалай у нас пытались сделать что-то подобное недавно достался такой аппарат называется Комета 225 он стилизован был под мус-центром но там был всего лишь сумели втиснуть один осетный магнитофон и вот и две колонны и отдельный вот это был уже закат конечно потом в массе огромных магазинов Эльдорадо там квадраты и ижи с ними которые там были которые ушли которые не ушли остались можно было гулять там по полчаса смотреть эти мус-центры они стали все более вначале были строгие форм черные и это потом становились все более ляпистые и это эти баллоны с раструбами и это там индикаторы под свет это не означало что они звучат лучше а потом в один прекрасный там год даже не день заходишь смотришь бааа нету есть только маленький центр в нем только радио и даже не сиди mp3 диск нету кассеты это все исчезло и потом мне что-то понадобилось куда-то как-то попасть надо было кассет и я еще не знал что эпоха их прошла я метнулся в какой-то магазин мне сказали вспомнил пардонте нету тебе не пользуемся единственное что я скупил и кассеты диктофоном я пользовался вот доработал еще еще не бросил журналистику это было года три назад упорно писал на кассету так по своему менталитету электронному не мог привыкнуть и сейчас вот с удовольствием иногда дома слушаю кассеты лекционирую вот недавно не поверите вышел приятель гулять с собакой где-то в районе 1 мая во дворах и говорит слушай вот тебе может надо там кто-то только что вынес этот кассетник советский прямо аккуратно сложил на контейнер целую эту самую мешками там кассеты и это я глянь кассеты фирменные он глянул там читает бас в ТДА масел я никуда не отходить сейчас езду раз приеду я помчался за греб и вот ну такими способами да и дарят вот сейчас даже у вас девушка нахи Москвы мне обещала подарить поэтому будет пополняться кто кассеты слушает до сих пор кто из этой эпохи он никогда от них не откажется и никогда эти кассеты не заменят уже никакие другие музыкальные носители ну что ж на этой грустной ноте на закате так сказать жизнь не заканчивается но еще есть много носителей много нашей техники мы еще о чем-нибудь еще конечно будем говорить а сегодня мы пока вот как бы тему кассетных магнитофонов закроем Женя спасибо все было как всегда интересно до новых встреч в программе сделанного до свидания